И так, ребята, всем привет! С вами снова Настя Лир, и сегодня я хочу ответить на ваши вопросы. Я просила вас задавать их в группе ВКонтакте и на Ютубе, поэтому да, сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Скажу вам еще раз. Обсуждение группы ВК и описание к видео. Список ответов на часто задаваемые вопросы, а сегодня такие вопросы, ответы на которые вы там не найдете. Ну что, давайте приступим. Я сейчас буду читать из группы ВКонтакте. Екатерина Ворон спрашивает у меня, чем тебе нравятся лошади, что такого в них тебя зацепило, что вообще тебе в них нравится? Насколько вы знаете, я с детства очень люблю лошадей, и мне нравится то, что это гигантские, просто огромные животные, при том, они могут находить контакт с человеком и даже вместе с ним работать. Я вообще, на самом деле, в шоке от того, насколько это круто, потому что, когда ты едешь на лошади, вот особенно без седла, это просто кайф, ты чувствуешь каждую ее мышцу, каждое движение, это безумное просто ощущение. Тем, кто еще ни разу не ездил без седла, просто безумно советую. Эта любовь навсегда. Я не знаю даже, как еще описать, почему. Просто так сложилось. Лошади очень красивые. Дарина Вапилова спрашивает, тебя когда-нибудь обманывали на деньги или крали? Меня взламывали в Ловоди два раза, насколько вы знаете. Ловоди это онлайн-браузерная игра, если чё. И там были у меня, конечно, деньги, я туда вкладывалась, и было, конечно, очень обидно, потому что, ну, это как бы мои деньги, они взломали, и получается, все это ушло в никуда. Ну, вы понимаете, да, о чем я. Сколько лет или месяцев ты играешь в ССО и АО? Этот вопрос очень многих волнует. В ССО точно больше года, а в Алище немножечко меньше года. Мари Вост спрашивает, ты попадала в неловкие ситуации во время школы? Насколько вы знаете, я уже закончила школу. Я даже не знаю, я вот пыталась вспомнить, честно, были ли какие-то неловкие ситуации в школе? Я понимаю, что их фактически не было. Я такая, Настя, в смысле, как это не было? Школа же такое вообще время, когда творится всякий трэш. Единственное, что я постоянно с подругой гуляла по коридору туда-сюда, и мы болтали и ржали просто как они, точнее, нет. Я ржала как они, она стояла и молчала. И, вообще, это, конечно, вызывало несколько странных взглядов, потому что, ну, две девочки ходят 5 миллионов раз туда-обратно во время одной перемены. И, короче, как-то так. Ну, а так особо ничего странного не было. София Каптунович. Извините, если неправильно. Хотела бы ты себе настоящую лошадь? Конечно, хотела бы, чего? Тебя любимая вкусняха? Я, короче, очень люблю сладенькое, но поскольку, как только немножечко начинаю, точнее, множечко начинаю хавать сладенькое, у меня сразу лицо так, опа, и превращаюсь в хомяка. Поэтому я очень люблю конфетки, всякие вкусняхи, именно сладкие. Но я себя ограничиваю, пытаюсь. Каких каннаблогеров ты смотришь и смотришь ли вообще? Многие люди, когда заметят, что я комментирую некоторых каннаблогеров, начинают искренне удивляться, типа, Настя, мы что-то о тебе не знали, ты на самом деле не та, за кого себя выдаёшь, и всё такое. А я не понимаю, какие вопросы это вызывает. Ну, я смотрю Диану, Алису, Васю. Много довольно таких людей, которые занимаются с лошадками. Честно говоря, из всех перечисленных, мне больше всего нравится Алиса Таркановская. Ну, кто ещё не понял. Потому что вот это именно человек, который, как мне кажется, может быть, все имеют право на своё мнение, но мне она просто ближе всего. Мне кажется, фишка в её простоте. Вот я обожаю простых людей. Без заморочек, без приколов. Просто люблю Алису. Поэтому что, вы удивляетесь, когда мне встречать в комментариях? Я вообще не понимаю. По-моему, всё вполне себе нормально. Если у меня была блог, то я, конечно, тоже вела каннаблог. Но у меня пока только серёжка. Дина Ворон спрашивает, почему ты решила снимать видео на YouTube? Что тебя к этому подтолкнуло? Я рассказывала уже в видео «Нарисую свою жизнь» про то, как я начала снимать. Просто мне было скучно. Я лишилась конного спорта в реальной жизни. И у меня началась большая депрессия. Я начала активно играть в ловоди. И потом увидела, что на YouTube люди снимают видео. Я подумала, вау, это то, что мне нужно. И это будет классно. И я начала снимать. При том, что я снимала не на Фрапсе, не на Бандикам. Я просто брала компьютер, ставила. Перед ним планшет ставила и включила камеру. Это было так убого. Звук просто ужасный. Картинка ужасная. Всё просто ужасное. Я сейчас думаю, как вообще вы это могли смотреть, как у вас там муши не завяли или что-то такое. Просто желание тоже делать что-то своё, что-то творческое. Вот да, это меня и подтолкнуло к деланию видео. Виктория Кузнецов спрашивает. Боялась создавать канал или добавлять самое первое видео? Вообще, я в жизни довольно стеснительным человеком была. Класса до 10-го, наверное. То есть, мне было стрёмно, что обо мне подумают. Там, мои одноклассники, когда я выступаю, в школе отвечаю. Или же мне было стрёмно, что обо мне подумают люди, если там я иду по улице и упаду, что-то такое. То есть, я реально парилась по этому поводу. И мне была оценка окружающих очень-очень важна. Но теперь, слава богу, у меня мозги встали на место чуть-чуть. И мне уже относительно всё равно, что считают другие люди. Даже я неправильно сказала, что считают. Короче, я больше нацелена не на мнение окружающих, а на свои ощущения в ситуации. Поэтому мне как бы не было вообще никакого страха. Но я ещё была довольно маленькая. То есть, сколько мне лет было? У меня канал 2 года есть. Веду я его активно 1 год. 16 где-то или 15 лет я его создавала. Но не боялась. И самое первое видео у меня просто было про ловоди. Про лошадину. Про ловодиную тему, извиняюсь, о том, как заработать в пропуске. Кстати, это видео было самое удачное, потому что после него ко мне сразу набежали люди. Второй вопрос от Виктории Кузнецовой. Довольно интересный вопрос, мне он понравился. Хотел, чтобы одной из твоих лошадей в Star Stable появилась у тебя в реальной жизни. Вопрос странный. Вот я реально сидела, долго думала. И я поняла, что, знаете, мне, наверное, хотелось бы, чтобы моя звёздная фантазия перенеслась в реальный мир. Потому что звёздная фантазия, кто не знает, это пятнистый спортивный мой спортфризик. Во-первых, очень мазь необычная. И порода очень классная. Я подумала, вроде круто, но ещё, конечно, хочется желанного мечтателя. Ну, вы понимаете, о чём я, да. Как-то так. Карина Иванова спрашивает, сколько раз я падла с лошадей? Ну, знаете, довольно много. Я рассказывала в своём видео «Нарисуй свою жизнь» про падения, самые эпичные. И видео про конные истории я тоже рассказала несколько падений, но они были не совсем страшные. Ну, было дело. Не знаю, не помню, сколько раз, но больше десяти точно были у тебя переломы. Или серьёзно травм после падения? Нет, я ни разу ещё ничего не ломала. Просто никогда, слава богу, потому что так серьёзно не падла. Соня Волкова спрашивает, «Старстепл, твой второй дом?» Нет, ребята, не мой второй дом далеко. Немножечко вырастаю уже из этой игры, потому что... Ну, потому что другие интересы, ты сам вырастаешь. Жизнь меняется, всё меняется, поэтому... Нет, не второй дом. Кого ты смотришь на ютубчике? Я, мне кажется, вот сейчас назову вам трёх людей, которых я смотрю всегда. И для меня они самые искренние, самые топовые. Первый – это Катти Клэп, второй – это Анастасис. И третий – это Алиса как раз Таркановская. Вот в них, я уверена, просто на 100%. Я смотрю ещё очень много кого, но вот именно прям ценю и уважаю именно вот этих трёх людей. Хотела бы, чтобы тебя все плагиатили. Ну, знаете, это, конечно, приятно, что людям нравится то, что я делаю, и не хотят быть такими же. Но меня всё устраивает до того, как это просто смена ника, то есть второй приставочки. Очень много людей, у которых, они берут своё имя просто приставочку «Лир», я типа вообще, я только за. Короче, пока они не перестают выдавать себя за меня или меня за себя, хах, правильно, хах, не знаю. Но, короче, когда они не знают реально что-то плохое делать и угрожать кому-то, вот меня это вообще бесит. Мне очень часто пишут «Вот, Настя, ты сегодня заходила в игру, плевала ты мне трёхэтажным матьком, ты вообще как-то могла?» А я сегодня вообще в сусу не заходила, алё. То есть, такие ситуации бывают, и, видимо, люди не понимают, что зачем они кому-то доказывать, что я это я. Если мне не верят, что я это я, я просто уйду потом на заметочку. Так что, когда я всё нормально и не приходят никакие нравственные границы, то я это указал, а если что-то уже, какие-то problems, то мне это вообще не нравится. Как ты отнесёшься к тому, если у тебя взломаются сусы? Мне будет всё равно. Я уже, мне столько взламывали, что мне, честно, просто уже и взломали. Ладно, фиг с ним, пойду, что-нибудь другое поделаю. То есть, для меня уже это нет такой ценности. Мне понятно, что это неприятно, потому что все твои лошадки и так далее, но я спокойно к этому отношусь, переросла уже всё. Анастасия Мирная спрашивает, Лузитана или Шайр? Наверное, Лузитана, потому что они всё-таки мне очень нравятся. Почему ты любишь горбоносых лошадей? Так сложилось исторически. Как там Серёжка? Вот он! Он всё это время лежал у меня на коленочках. Вот он, мой любимый Серёжечка. Он оставался в Москве, но мы приехали, я его забрала. Так что Серёжечка полон здравии, да. Если вы не втыкаете, что это вообще такое, то на стримах меня просто очень задалбливали вопросом, если у меня молодой человек, и я такая, вот он! Иди сюда! Арбузик, иди сюда! О, пошёл! Арбуз, арбуз! Арбуз! Иди сюда! Иди сюда, хороший! Не хочет, зараза, идти! То есть, и меня задалбливали, если мне молодой человек, я говорю, вот он! И всё такие, ахаха! И все стали спрашивать, как его зовут, я говорю, Серёга. Так что вот, знакомьтесь, Серёжечка, единорожек просто номер один. Просто хорошо, прекрасно вот сидит тут со мной и отвечает на вопросики вместе со мной. Екатерина Мелентьева спрашивает. Что ты думаешь про самоубийц? Что тебя в этом сильно задевает? Короче, про суицид вопрос, не очень хорошая тема, я считаю, для... Нет, может, и хорошая тема для обсуждения, но мне она вообще не близка. Что я могу сказать? Я не хочу, конечно, сейчас кого-то оскорблять, но, по-моему, это крайне глупо терять жизнь, когда она такая прекрасная, офигенная, столько всего происходит. Иногда ты просто идешь по улице, глаза так вот открываешь и понимаешь, что, господи, охренеть, я жив! Птички поют, солнце светит, господи, мои все родные здоровые живы, у меня там есть прекрасное хобби, которым я занимаюсь, или просто ты понимаешь, что, блин, это так глупо лишать себя всего этого счастья вокруг. Понятно, что бывают и падения, что не всегда ты такой весь радостный, ха, все так здорово прекрасно, иногда бывает и фигня творится в жизни, но все равно, если это пережить, то опять начнется что-то классное, и хрен оставаться, зачем это терять, если ты можешь жить и радоваться? Я вот этого никогда не пойму. Зачем? Вот зачем просто? Не будем о грустном. Что тебя толкнуло создать канал и сложно ли с почти 14 тысячами подписчиками? На первый вопрос я отвечала, а про второй сложно ли? На самом деле, меня многие спрашивают, вот, Настя, как ты делал столько популярности, а я думаю, какая популярность? Господи, я просто собрала людей, которым нравится то, что делаю я, и я кайфую с этого. Я не хочу больше ананасов, я не хочу меньше. Мне вот комфортно сейчас, когда нету... Потому что чем больше число зрителей, тем больше, естественно, хейта. Мне как бы... Я вообще, мне кажется, прекрасно отношусь к хейтерам. Вот, кстати, вам еще одна история, почему я полюбила своих хейтеров. Выкладываю я видос. Я многим, кстати, рассказываю эту историю, поэтому, если вы знаете, то не удивляйтесь. Выкладываю я видосик, значит, выложила, обновляю, буквально 2 секунды прошло и смотрю. Один просмотр, один дизлайк. И я поняла, что этот хейтер сидел и обновлял, обновлял, и миллион раз обновлял мою страницу, чтобы, наконец-то, должен даться видос и поставить свой самый первый, самый смочный дизлайк. Вы понимаете, как это просто непонятно и странно? То есть, я поняла, что хейтеры это мои самые-самые предыдущие подписчики. И самое главное, что они на меня подписаны, потому что, а как он тогда будет обновлять и ждать видос времени, чтобы поставить свой дизлайк? Вы понимаете, это так тупо. Я просто поняла всю бессмысльцу хейта в тот момент, поэтому я люблю свой хейтер. Вот такая вот история необычная. Ирика Рожкова спрашивает. Как дела? Все отлично, как вы видите. Просто блистаю с сережкой рядом. Ну, конечно, когда твой любимый рядом, весь мир переворачивается с ног на голову. Как проводишь это лето? Насколько вы знаете, я сдавала экзамены, сдавала ЕГЭ. Не буду уже об этом говорить. Сдала для себя вообще супер в сумме 224 балла. У меня этого просто очень много, и это круто. И вот еще вопрос про будущую профессию. Я хочу работать психологом, христианским психологом, то есть с таким небольшим уклоном. Потому что для меня религия это вообще не пустое место. Я знаю, что это та вещь, которую стоит, наверное, умалчивать. Потому что что там? Личная жизнь, политика, религия. Три вещи, которые должны оставаться личными. Вот, но просто я считаю, что в жизни каждого человека есть место для духовного роста. И это очень важная тема, и не стоит о ней не говорить. Поэтому я хочу вот именно не просто психологию, а психологию с конкретным уклоном. Ну, соответственно, я почти поступила, тьфу-тьфу-тьфу, на бюджет в РПУ или же МПИ. Вот, поэтому на психолога на бюджет. И я прям безумно радуюсь. Так что я хочу работать в этой сфере в будущем. Вот сейчас у меня просто счастливое время, потому что мало того, что у меня осталось еще после экзаменов месяц, даже почти два месяца. Это же безумно круто! Вот, в прошлое лето у меня было супер насыщенное. Я и в Питер съездила, и в Серая Лошадь съездила, и на одной даче побыла, и на другой. То есть это было просто безумное лето, и мне оно показалось просто очень длинным. Но при том, вот это лето с экзаменами тоже мне показалось очень-очень даже классным, и это на самом деле странно, потому что оно было... Вроде что, я только сдавала экзамены, и вот тусуюсь на дачке, и все прекрасно. Но мне так нравится, я так кайфу, потому что, видимо, контраст экзамены и отдыха, это просто безумное счастье. Так что хорошо провожу лето. Любимая сладость. Это сложный вопрос, на самом деле. Я очень люблю фигурный мармелад. Например, знаете, такой вот на развес продается, где разные формочки, вот текстурки разные, просто любовь, обожаю фигурный мармелад. Но пока сейчас больше ничего не вспомню. Любимая книга, если она есть. Я обожаю Паула Коэльо. Просто супер автор, я его очень люблю. Скупила почти все книги, у меня вот такая стопка книг лежит. И вот из, наверное, всех его книг мне очень нравится. На берегу Рио Пьедро села и заплакала. И еще мне нравится Алхимик, понятное дело, самая топовая книга. Коэльо. И еще мне нравится очень Вероника Решает Умереть. Это просто нереальная книга с офигенным смыслом. Очень вам советую почитать. Прямо Коэльо это любовь. Какой стиль одежды предпочитаешь? На самом деле у меня нет определенного стиля, я просто одеваюсь по настроению. Вот сейчас у меня настроение такое чистое, нежное, легкое, как это еще описать. Потому что любимый рядом. А так, когда как. Очень часто кражал просто всякие толстовочки, джинсики, вот так. У меня еще иногда хочется побыть девочкой. Юбочки, платьишки, все дела, вот. Так что когда как. Хотела бы ты жить в США или в другой стране? На самом деле не хочу сейчас обсуждать этот вопрос, потому что он довольно острый. Но хочу вам сказать, что в США и в других странах на нас, русских, очень часто косо смотрят и очень небрежно общаются, обращаются. Поэтому я даже не знаю, хотела. И понятно, что наша страна не идеальна, есть свои приколы. Сейчас вообще иногда, точнее иногда просто дичь творится в Рашке. Но видимо надо это принять и посмотрим. Ну как говорится, где родился, там и пригодился. Даже не знаю. Какое твое любимое видео на твоем канале? Ой, даже не знаю. Мне очень нравятся клипы, которые я делаю. Скромненько тогда. Нет, ну правда, мне нравятся клипы, которые я делаю. Вот. Также мне нравятся видео очень Draw My Life, потому что оно искреннее, честно, искреннее. Мне нравятся видео рассказывать конные истории. Мне нравятся видео из Серой Лошади, вот которые 2017 год. Очень нравятся. Алина Морланд спрашивает. Подписчики Лесо? Конечно, подписчики. Господи, что за глупый вопрос? Марина Смоленкова. Смоленкова. Она здесь правильно считает. Спрашивает. Если бы у тебя была огромная сумма денег, не буду сейчас считать, что-то миллион что ли, 10 миллионов. На что бы ты на них купила? Ну, я бы, наверное, вложилась в недвижимость. Как бы это сразу не звучало. Я бы, наверное, купила нам дом. Какой-нибудь богатый на берегу моря. Ну, в смысле, семье. Вот. И лошадку. И отложила бы еще на что-нибудь. На образование, может быть, в будущем. На все такое. На блага, короче, наши житейские, скажем так. Какая твоя любимая локация в ССО? Сложный вопрос. Мне нравится Эпона очень. Да, остановимся на Эпоне, короче. Эпона. Это любовь вообще не всегда. Знаешь, что это глупо, но какая твоя любимая плюшевая игрушка? Ребята, вы серьезно? Вы не знаете, какая моя любимая плюшевая игрушка? Вы че? Это же Серега. Варвара Хитрова спрашивает. Какие у тебя любимые занятия? Монтаж видосиков. Рисовать люблю. Я не... Нет, ну... У меня просто мама художник, поэтому считается, что у меня, типа, предрасположенность к рисованию. Но я так периодами рисую. Просто для души. Кому-то подарочек сделать еще что-то. Вот есть у меня парочка рисунков, которые прям со остальными. Ну, такое себе. Ну, люблю рисовать. Рисовать, снимать видео, читать книжечки. Кое лье. Вообще просто обожаю. И еще специальная литература связана с моей будущей профессией. Чай или кофе? Я редко пью кофе, на самом деле. Поэтому я могу сказать чай. Ну, я люблю кофе. Ну, не так, что прям, вау, кофе. Я фигачу только кофе. Нет. То есть, это весьма странно. Но даже не знаю, что выбрать. Наверное, 50 на 50. Ладно, давайте чай. Какие у вас отношения с братом? Не могу, к сожалению, сейчас его позвать, потому что он делает свои мальчиковские дела. У меня с братом хорошие отношения. Возможно, когда вы посмотрели видео Draw My Life, вы подумали, что у нас ужасные отношения. Потому что, когда он родился, мне перестали возить на конный спорт. Но я, слава богу, была уже взрослой. У меня мозги чуть-чуть, чуть-чуть были на месте. Вот, поэтому для меня не было, скажем так, проблемно. Я понимала, что, ну, надо воспитать ребёнка. То есть, всё было адекватно с моей стороны. У меня с ним хорошее отношение. Он очень милый ребёнок. Вообще, мне кажется, это самый милый ребёнок из всех детей, которых я знаю. Просто всё прекрасно. Почему хочешь работать психологом? На самом деле, очень хороший вопрос. В какой-то момент я поняла, что всякие группы, в которых я сижу вконтакте, всякие, скажем так, статьи, которые я читаю, в общем, всё, что я люблю, в конце концов, упирается в одну науку. Психологию, в изучение человеческой души, взаимоотношения между людьми, почему там всякие кризисы происходят в жизни. Мне это очень интересно. Я считаю, что нужно заниматься тем, что тебе интересно, как бы. Кто-то считает по-другому, кто-то идёт туда, где будет зарабатывать деньги. Но я не понимаю, как можно работать на ненавистной работе, даже зарабатывать какие-то деньги, это же ужасно. Просто ты приходишь каждый день с этой работы, тебе хочется умереть, тебе хочется, не знаю, убить всех, застрелить. И ты просто ненавидишь всю жизнь, потому что ты работаешь. Не знаю, по-моему, это неправильно. Поэтому я пойду работать психологом. То есть я надеюсь, что это моё призвание. Все говорят, что это моё призвание. Поэтому я надеюсь, что всё будет хорошо. Если бы у тебя было три желания, то что бы ты загадала? Чтобы в мире процентное соотношение счастливых людей и несчастных немножечко увеличилось в пользу счастливых. Потому что ты когда-то идёшь по улице и видишь вот такие вот грустные хари, и думаешь, ну, зашибись, ребята. Какого лешего вот такие грустные? Посмотрите, какая прекрасная погода. И вообще, какой сегодня хороший день. Они такие, блин, всё плохо, ля-ля-ля. Ты хочешь просто, а, хватит. Второе желание, чтобы, наверное, я смогла встретиться со всеми своими подписчиками в одном месте. То есть я понимаю, что многие живут в других странах, в других городах. И хотелось бы собрать всех в одном месте и просто всех переобнимать до упада. Потом третье желание. Наверное, возможно, это как-то не очень хорошо звучит, но... Короче, чтобы моя семья жила хорошо. Чтобы было поменьше конфликта, всякое такое деребедение. Алина Кузнецова спрашивает, хотелось ли тебе забросить когда-либо Алисию или ССО? Алисию постоянно, когда мне кончаются деньги, и никто хороший не выводится. Я такая, всё, не играю в Алисию. Через три дня, ладно, пойду ещё бабла заработаю. А ССО, ну, как бы я спокойно отношусь к ССО. Карина Маслакова спрашивает, какую ты любишь музыку? Я на самом деле безумный меломан, просто на 100% меломан. В группе ВКонтакте есть несколько групп, которые я люблю. Их очень много. Если сейчас буду перечислять какие-то группы, то я забуду другие, которые я тоже сильно люблю. И это будет обильно, поэтому не буду говорить. Если вам интересно, можете сами всё обо мне узнать. Информация вообще доступная. Я познакомилась со своими друзьями в ССО ЯО. Я познакомилась на сходке других своих друзей, с какими-то друзьями просто на Ютубе. Кто-то написал в личку ещё в Лободе, то есть много разных причин, типа, было познакомиться. Вот такие делишки. Ты за что, НХ или конкур-выездка? Конечно, НХ, потому что это более высокий уровень взаимоотношений с конём, как я считаю. Каким видом спорта ты увлекаешься, кроме конного? Никаким. Монтаж считается видом спорта. Если да, то я профессиональный ютубер. Ты любишь своих подписчиков? Что за вопрос, ребята? Как сильно. Что за вопрос, ребята? Конечно, да. Екатерина Смоленко просит, попробуй описать свой характер четырьмя словами. Первое, ананас. Два, нестабильный. Нестабильный характер. Три, часто счастливый характер. Типа, как сейчас? У меня процесс хорош на среднем. И четыре, даже не знаю. Созидательный, скажем так. Чего ты хочешь добиться в этой жизни? Конечно, я хочу найти своё призвание. Это, мне кажется, очень важные аспекты. Каждому человеку очень важно состояться в этой жизни. Найти то, что он должен делать. То есть, опять же, призвание. То, ради чего ты сюда пришёл. Какие таланты у тебя есть, которые для этого дела подходят. То есть, всё вот это. Конечно же, хочется призвание женщины, скажем так, выплачивать. Ещё маленькая, так что не будем пока об этом. Ну, я думаю, вы поняли о чём. Хочу добиться самореализации. Какой комнатный цветок тебе нравится больше всего? Я не очень люблю конные цветки. Конные цветки. Комнатные цветки. Чем бы ты занимался, если бы у тебя не было ютуб-канала? Я думаю, я больше бы рисовала, например. Да, вряд ли я бы занималась ещё чем-то. Ты больше любишь и хорошо относишься и так далее в этом роде к людям или к животным? Ребята, очень странный вопрос. Люди те же самые животные. Алё. Нет, я знаю людей, которые ненавидят хомосапиенсов, то есть людей, и обожают животных. Я не понимаю таких людей, потому что, блин, животные такие же, как и люди. Бывают хорошие, бывают просто гадостные некоторые. Поэтому нельзя всех подать на гребенку. И люди так же. Бывают просто солнышки, а бывают тоже. Понятно, что в силу обстоятельств они стали такими, но не очень хорошие люди бывают, собственно, иногда. Но и не стоит забывать, что они в этом не виноваты. Обстояния, что так сложились. Даже не знаю. Я люблю всех. Для себя важна поддержка окружающих? Конечно, важна. Знаете, иногда я выкладываю видос. И жду комментариев, жду, обновляю, обновляю. Я никому не нуждаю. Я там ужасный человек, ничего хорошего не умею делать. Потом прихожу через себя, открываю, там столько интерфеток. Я начинаю лайки свои тыкать. То есть, мне это очень важно. Вообще, такой отзыв от вас очень важен. И, конечно, поднимает мне настроение. Валерия Раткевич спрашивает. Собираешься ли ты возвращаться на конюшню? Профессионально? Нет. Просто как любитель. Побегать иногда, погонять, почистить лошадок. Я только за. Но не в спорт. Собираешься ли в будущем связать тебя с лошадьми? При профессии я очень часто думала, кем же мне быть? Коневодом или психологом, или журналистом? И в итоге поняла, что я не хочу связывать свою жизнь с лошадьми, потому что мне это наскучит. То есть, если я пойду в Тимиразевку, выучусь на коневодах, у меня, конечно, будет офигенное времяпрепровождение, классное время учебы, потому что я обожаю лошадей, а там очень много чего связанного с конями есть. Вот. И там зарядка у них на лошадях, то есть, там просто идеально. Но потом я пойду на какой-нибудь конезавод, увижу, как там лошады, короче, разводят для мяска, и мне это все разонравится, и я уйду. То есть, просто потрачу время. Лошади это для меня больше как хобби, нежели как способ заработать денег. Вот такие дела. Обычные масти или же редкие? Не знаю, серебристая вороная, она является редкой. Вообще, наверное, да, редкие больше, потому что это поинтереснее будет. Расскажи о покупке лошади, собираешься покупать или нет? Подробнее, пожалуйста. Когда у меня появится возможность, средство, место, я могла бы содержать лошадь, я сразу же заведу коня, потому что это моя детская мечта номер один, я скажу вам. Так что, что еще рассказывать-то? Пока я просто человек, который живет с родителями, поступает в вуз, мне сейчас вообще не до лошади. Как бы потом, возможно, я буду очень рада, если будет такая возможность. Твоя самая неловкая ситуация с подписчиками. Я когда создавала себе канал, я была довольно мелкой. То есть, я очень многие спрашиваю, как я додумала теперь думать такое название, то есть Настя Лир. Настя, это понятно мое имя, а Лир я просто зашла в генератор рандомных ников и вбила там, чтобы было четыре знака, и начиналась на Л. И там как бы вот Лир выпал, то есть Ли-Ри, скажем так. Я это все... То есть, как бы Настя Лайер фактически получается, а не Лир. Я не въехала, что буковка Ай читается как Ай, а не как И. И поэтому получилось не Лир, а Лайер. И когда я регистрировалась на Ютубе, я вот написала, по-английски, вот это Лайер типа, а на русский он перевел сам как Лир. И фактически все это время я обманывала себя зрителям и говорила, собственно, Лир, а не Лайер. Вроде бы надо Лайер. И потом, как-то мне подписчик написал, Настя Лайер, типа, как у тебя дела? Я посмотрела на свой ник и поняла, что, господи, он на самом деле не Лир, а Лайер. Я просто... У меня было на самом деле безумно стыдновато, потому что, ну, типа, лол, Настя, английский, ты же учишь, ты же любишь, почему ты не знаешь, что правильно читать? Лайер, а не Лир. Но, тем не менее, я не хочу, чтобы вы назвали Лайер, потому что это стремно. Все-таки на русский он перевел как Лир, поэтому я Настя Лир. Не путайте, пожалуйста. Было ли такое, что ты оклинивала, откладывала на потом выпуск или же монтаж видео, как и когда? На самом деле я люблю монтировать, поэтому для меня это никакое не наказание. Скажем так, я люблю это делать, это дело делать. Поэтому, в рот я стремлюсь все отложить, чтобы заниматься видосами. Вот, поэтому такого, чтобы прям оклынивать... Иногда бывает, ты заснял, но у тебя нет никакого настроения монтировать. Тогда, понятное дело, я не буду это делать, потому что зачем тебя заставлять? Я считаю, что это неправильно. Вот, поэтому... Вот, я считаю, что... Такой. Ну, короче, особенно не отлынил, потому что мне это нравится. Каковы твои успехи в КС? И никакие. А что любишь покушать? Много чего. Я обожаю домашнюю лазанью. Это просто самое вкусное блюдо на свете. Если вы смотрели Кота Гарфилда, вы понимаете, о чем я. Да, лазанья это просто любовь. Как часто будут выходить видео? Как пойдет, когда у меня есть настроение, время, то я сразу сажусь снимать, потому что это мое хобби, я это люблю делать. Арбуз или мороженое? Арбуз. Как насчет фотки в сусу? Никак, ребят, потому что вас слишком много, и меня никто тупо не найдет, потому что все люди встают в меня и не хотят уходить. Ужат ли тебе комары ночью? Я сплю как танк, потому что у меня шиншила, и она так прыгает, точнее, прыгала раньше, что мне было пофигу на все. Вначале я не могла уснуть, а потом мне просто... Я привыкла, и меня теперь ничего ночью вообще не донимает. Если кто-то говорит, у нас там летал 3 сантиметра какой-то комар, а я такая, а что, комары, я спала. То есть мне вообще все равно. Кого ты больше любишь, единорожек или пегасиков? Единорожек, потому что они волшебнее, как мне кажется. Первые дни тебе было сложно монтировать. Я где-то полгода снимал видосы вообще без монтажа. Часто я понимаю, что это буду участие, и некрасиво. Было совсем не прикольно, но потом у меня дошло, что вау, можно же монтировать видосы, офигеть, да, какой... Иди сюда, киса. Сейчас я вам покажу. И что, и что? Арбуз, арбуз. Кисунька. Хорошая. Ага. Вот, кисунь. Это кот-арбуз. Привет, че-е-е-е. Я его постоянно мучаю. Ладно, иди. О, шерсть. Про монтажик. Потом я поняла, что можно, оказывается, монтировать видосы. Я скачала разные программы, и мне это было в кайф. То есть, когда тебе что-то нравится, ты не устаёшь. Поэтому вопросы, уставал ли ты, откладывал ли ты монтаж, это очень странно, потому что нет, мне это нравилось. И когда тебе нравится, ты хочешь с ним заниматься больше и больше и больше. Какой ты себя представляешь в будущем? Я себя представляю девушкой, получившей психологическое образование. Успешней состоявшейся в жизни женщиной, девушкой. Извините, прости. Ну, вы поняли, о чём я. Ильмешк спрашивает, почему ты ананасик? Потому что Анастасия ананас. Чувствуете, созвучие? И как-то так сложилось тоже, что ли мне подписчики дали такое прозвище, то ли ещё как-то. В общем, так сложилось, что я ананас. Не спрашивайте, почему. Вика Дешёвых спрашивает, тебе интересна тема космоса? Многие говорят, мол, кажется, когда-нибудь наставит пришествие пришельцев. Пришествие пришельцев классно выглядит. Вообще, когда я понимаю, что космос это нечто такое нереальное, и, по сути, наша галактика и ещё есть миллиард других галактик, в которых тоже дофига планеты, понимаешь, что там вот стоп-роз. То есть, вероятность того, что там нет жизни, очень-очень маленькая. А, наверное, всё-таки там что-то есть. Просто иногда я выхожу в ночное небо, смотрю на звёзды, и понимаю, что там столько всего незавиданного, столько всего странного, и наверняка там что-то есть, и становится не по себе чуть-чуть. Поэтому мне это, конечно, очень интересно, потому что космос — это всегда интересно. Ника Паде... Понедельник? Спрашивает, ездила ли ты в лагеря. Я ни разу не была в лагерях, тоже такой фактик. Не знаю, жаля я об этом или нет. Наверное, нет. Мне как-то всегда было стрёмно туда ездить. Возможно, это неправильно, так что у меня нет такого опыта. Поли-Поли спрашивает, как ты начала вести свой канал? Очень просто. Я просто его сделала, и всё. Были ли родители против? Нет, родители были ли не против. Им было всё равно, что я там творю. Дружишь ли с подписчиками? Как сказать дружу? Я очень люблю людей, которые мне пишут, «Привет, а как с тобой подружиться?» И ты такой, «Чувак, ты не знаешь, как дружить с людьми?» То есть, видимо, люди думают, что можно без общих интересов, без ажиотажа к общению научиться дружить. По-моему, это невозможно. То есть, «А как ещё?» Нужно, чтобы были взаимные интересы. А когда тебе пишут, «Как с тобой дружить?» И ты такой, «Господи, ой, муха по телефону ползает, а?» Фу, уйди. Я с соседями своими подписчиками, именно добрыми, поддерживаю дружеские отношения, пока они не начинают нарушать личные границы. Ой, стрёмный вопрос. Настя, а когда тебе сполнится больше 18, и ты нас бросишь? Насколько вы знаете, мой канал связан вообще с лошадиной темой, а не только с играми по ССО и Алисе. И поэтому, если мне когда-нибудь им надоедят в конец эти игры, всё равно что-то в моей жизни с лошадками будет происходить. Поэтому, наверное, я буду вас держать в курсе. И пока всё хорошо. Ребят, давайте жить настоящим моментом. Сейчас я сижу с единорогом, в прекрасном милом месте, с камерой, и говорю с вами, и мне ничего не хочется, мне всё прекрасно, и давайте не будем забегать вперёд, потому что сейчас мне всё нравится. Тяжело ли тебе было делать первые разговорные видео? Вообще нет. Просто. Я понимаю, что меня смотрят люди, которые меня поддержат, поймут, которым это нравится, и вообще весь страх пропадает, хотя он не появлялся толком. Это были все вопросы, мне кажется, это видео получилось очень длинным. Я надеюсь, что вам понравилось, если это так, то ставьте лайки нам с Серёжкой, Серёжка будет рад, если вы поставите лайкусик для него. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось. Я уже говорила это. Короче, всем удачи, у меня хорошего настроения, напишите в комментариях, какой вопрос поверг, какой ответ на вопрос поверг вас в шок, то, чего вы не знали, мне будет интересно. А с вами была Настя, Лира и Серёжка, я надеюсь, что вам понравилось, я уже говорила это. Короче, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok